Марки Рано сформировался как художник, живописные принципы, которым он следовал в ранний период своего творчества, легли в основу и его зрелых произведений. Искусство Марки кажется особенно цельным на фоне тех драматических противоречий, которыми так богата культура Западной Европы первой половины нашего века. Марки писал то, что писали и будут писать многие поколения художников прошлого и будущего, мягкий блеск волны, стремительные перспективы улиц, солнечные блики на пыльных парижских тротуарах. И сумел доказать, что выразить время можно, отнюдь не отказываясь ни от традиционных мотивов, ни от четкой пластической формы. Альбер Марки родился в Бордо в 1805 году. Юношей приехал в Париж учиться живописи. Его молодость прошла на грани двух столетий и более того, на грани двух эпох. Студентом школы изящных искусств Марки видел на выставках произведения представителей различных школ и направлений в французской живописи того времени импрессионистов, Гогена, Анри Руссо. Учился вместе с Анри Матиссом, привежно копировал старых мастеров в Луре, внимательно приглядывался к полотнам Сезанна, Мане. Многих увлекал грандиозный талант Матисса и, возможно, это был единственный случай, когда Марки испытал на себе влияние чьей-то художественной индивидуальности. В 1905 году он выставился вместе с Матиссом, В. Дюрином, Ванденгеном и другими художниками в осеннем салоне. Выставка имела скандальный успех и принесла известность ее участникам, которых стали называть фавистами. Интенсивность открытого чистого цвета, необыкновенная сила красок, положенных плоскими декоративными пятнами, полный и демонстративный разрыв с традицией, все это сделало выставку фавистов сенсацией. А Марки и на этот раз остался самим собой. Конечно, он немало взял от своих товарищей живописную смелость, стремление к точному цветовому выражению чувства. Но первым и главным его учителем, основным источником творчества оставалась натура. Марки писал портреты, жанровые сцены, обнаженную модель, сделал сотни рисунков Перу. Тем не менее, всемирную известность и признание получили прежде всего его пейзажи. Художник объездил едва ли не весь мир, бывал в Африке, в Испании, в Советском Союзе. Впечатления от путешествий отразились в его творчестве. Однако с полным правом его называют живописцем Парижа. Париж Марки всегда лиричен, всегда увиден глазами взволнованного художника. Париж Марки оставляет неизгладимое впечатление. Уже невозможно воспринимать реальный Париж вне живописных открытий художника. В картинах Марки город не становится фоном жанровых сцен. Люди в нем всегда видны издали, они едва намечены торопливой энергичной кистью. Его пейзажи неизменно построены с таким расчетом, чтобы взгляд зрителя воспринимал пространство с жадным и радостным напряжением. Отбрасывая детали, художник обнажает суть и смысл красоты Парижа. Он подчеркивает пространство, упрощает, доводит почти до живописной формулы объема угловатых пепельных домов, заставляет видеть изначальную основу пейзажа, сочетание главных цветовых пятен, суровую гармонию уходящих в горизонт уличных перспектив. Но пейзажи Марки не схематичны. Художник сохраняет в картине те линии, те тональные сочетания, в которых угадывается состояние дня. В воде ясно ощутимы оттенки неба, отблески мглистых облаков. Отражениями мерцает влажная мостовая, туман растворяет очертания зданий. Природа живет интенсивной жизнью в асфальтовых полях Парижа. Парижские пейзажи Марки подобны тем сгущенным, емким, хотя и лишенным подробностей образом, что хранит наша память сердца, которая способна дать ключ к пониманию красоты даже малознакомого города. Теме Парижа Марки сохранял верность всегда. Но это не мешало ему с неиссякаемым любопытством вглядываться в экзотические южные пейзажи, находить в них нечто новое, небанальное, далекое от привычных красот. Даже прославленный неаполитанский залив он пишет в удивительно сдержанной гамме, фиксируя внимание на строгих и звучных сочетаниях цвета, на сдержанных ритмах. С поразительным мастерством изображает солнце, в горячих лучах которого море плавится, обесцвечивается и рыбачьи лодки превращаются в черные силуэты. Сияют яркие пятнышки окрашенных суриком кораблей, выгибаются решетчатейшей экранов, блестит серебристый песок пляжей, зеленеют деревья бульваров. Этот радостный, очищенный от повседневной суеты мир един, но не однообразен, никакое изменение атмосферы освещения не ускользает от внимательного взгляда художника, сообщая каждому пейзажу очарования навсегда остановленного, единственного в своем роде мгновения. Сложные формальные поиски, присущие многим его современникам не увлекают Марки. Вместе с тем, он человек своего времени, знающий и силу мгновенного впечатления и сомнения эпохи. Настойчивое, даже страстное стремление Марки сохранить в искусстве вечные и простые ценности было рождено понимание тех опасностей, которые грозили ясному и оптимистическому восприятию мира. Марки хранил и развивал лучшие традиции национальной школы. Его картины наполнены тем острым галлийским смыслом, той отчетливостью пластического выражения, которые определяют сильнейшие стороны французской живописи и присущи лучшим ее представителям. Годы Второй мировой войны Марки провел вдали от родины. Вернувшись, он с прежней увлеченностью продолжал писать Париж, сознание трагедии, пережитой Францией, новое понимание общественной роли художника определили его политическую судьбу. Марки стал членом Коммунистической партии Франции. Полотна Марки составляют ныне гордость лучших музеев мира, в том числе и музеев СССР. Умер художник 14 июня 1947 года в мастерской на набережной Дофин, не дописав свой последний парижский пейзаж. Мастерской на набережной Дофин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова